Значит оркестр? Лам-пам-пам-пам-пам-ти-ри-да-ра-дарам, флеточка Там-пам-пам-пам-пам-ти-ра-да-ра-да-ра-ти-рю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю Дара-дара-дара-дара-дара-дам Мини-Валей Сафин заменяет целый оркестр. Говорит, классические произведения полезно инструментировать, помогает услышать и понять место своего инструмента в общем хоре оркестра. Сейчас Ленара репетирует произведение Бетховеном. Его девушка недавно исполняла на конкурсе баянистов. Но, несмотря на это, она хочет отточить игру, ведь тогда Ленара заняла третье место. Мастер-класс «Мини-Валей Сафин» проводят в рамках проекта «Дети детям. Музыка наших сердец». Его организовал благотворительный фонд развития и содействия талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Башкирии. Хорошим детям, талантливым это нужно, понимаете, им всегда нужен мастер, мастер высокого класса. Какие мы не были там хорошие преподаватели, но когда приходит человек из стороны, это реакция у ребенка совершенно другая. И потом вдруг оцениваешь, а ты же можешь еще и вот это вот, а что ж ты там у меня в классе, ну-ка давай, вот и к нему начинаешь требования какие-то повыше представлять. Тут какая-то маленькая новая нотка влилась, но вот увидела, что у Ленары немножечко зажатая рука правая, и что это и мешает в игре. Пока в школе искусств идут занятия, в детском доме праздник и веселье. Директор фонда Спивакова в Башкирии Артур Назиулин буквально разбирает свой кларнет. С шуточного произведения начинается концерт одаренных детей. Это студенты Академии искусств и музыкального колледжа. Для меня большой подарок, что я приехала сюда. Я уже привыкла путешествовать, как бы ездить по городам разным, с балалайкой. Ну, атмосфера как бы, ну, спокойная, но играть можно. Девочки впервые выступают в детском доме. Здесь ребята со всей республики, 34 воспитанника. Пятерых скоро усыновят, хвастаются педагоги. Великолепно просто выступали настоящие артисты. И я, конечно, наблюдала за нашими детьми. Наши детьми были увлечены и прям я видела воодушевлены. Мне очень понравился концерт. Я до этого не слышала вживую столько инструментов одновременно. Чаще всего слышала по телевизору. Из всех музыкальных инструментов мне больше нравится пианино, но скрипка мне тоже очень сильно не понравилась. В Бирске ребята дали два концерта. После детского дома они отправились в ТОК-центр «Умникум». Среди них и Рашида Байгельдина – девушка-самородок. Петь ее никто не учил, а первый педагог по вокалу появился лишь в училище искусств. Родом Рашида из Обзелиловского района. Мечтает приехать с проектом «Дети детям» на малую родину. Очень бы хотелось, да, чтобы увидели вообще творчество. И мой голос, ну, вообще академическое пение – это же редкость. Хотелось бы, чтобы все узнали. Там было бы волнительнее выступать, чем здесь. Наверное, скорее всего, да, потому что это еще больше ответственность, потому что меня все там почти знают. Возможно, в будущем талантливые ребята приедут и в Обзелиловский район. Некоторые города и поселки уже обратились к директору фонда Спивакова и ждут у себя именитых педагогов и их студентов. А пока в конце февраля команда проекта отправляется на юг республики. У нас будет такой вояж – Стерлитамак, Ишимбай и Салават. Будут концерты в городской больнице, в детском доме, в село Петровское. Также мы выедем в село Макарова, где с разных деревень соберут детей, привезут в Дом культуры. Учитывая, что в Ишимбайской школе очень сильно развито художественное мастерство, туда с нами поедет уже преподаватель-художник, это знаменитая Рушаня Бадреддинова. Здорово, когда люди ждут, когда люди готовятся. В этих городах творческая лаборатория развернется с 20 по 22 февраля. Это будет уже третья точка на карте Башкирии, куда приедет проект «Дети детям. Музыка наших сердец». Он уже побывал в Благовещенске и Бирске. Поддерживает проект компания Уфанет. Алина Таюпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.